В эти выходные в городах Сибири Омский, Томский и Новосибирский пройдут первые в сезоне полумарафоны. За ними в течение лета последуют другие беговые состязания. На старты выйдут не только профессионалы, но и любители, люди разных возрастов и физической подготовки. Как подготовить свой организм к такому серьезному испытанию, поговорим с директором серии забегов сибирского международного марафона Инной Черноблавской. Приветствую, Инна. Итак, вы не только какими-то там организационными вопросами занимаетесь, но и непосредственно в забегах участвуете. Вот как все-таки настроить свой организм на дистанцию? Да, вы правильно подметили, что я тоже бегаю, не бегаю в свои забеги, потому что организатор не может принимать участие в этом, в то время как другие бегут, мы работаем. То, что касается подготовки к забегу, прежде всего нужно подготовиться к ментальной, нужно понять, что вам это нужно, что вы хотите это сделать, настроиться на эту цель, и тогда все получится. И помимо этой настройки, конечно, должна быть физическая подготовка, ваш организм должен быть готов к этой нагрузке, которую дают длительные дистанции. Но вот эта физическая подготовка, она за какой период должна начинаться? За год, за полгода? Что делать, если до старта, допустим, два месяца остается, а человек так и не начал себя физически готовить, по крайней мере? Первой отправной точкой физической подготовки является понимание своего собственного физического состояния. Визит к врачу в этом случае будет очень не лишним, нужно понять, как в общем вы себя чувствуете, насколько готовы ваши мышцы к восприятию этой физической нагрузки. После этого выстраивается план тренировок, исходя из вашего физического состояния, выстраивается план тренировок. Здесь лучше обратиться, конечно, к тренеру, совместно составить этот план и выйти на тренировки. Если говорить о каком-то минимальном промежутке, необходимом для подготовки, очень сложно, потому что у всех собственные индивидуальные... Свой организм, который нужно настраивать. Свой организм, индивидуальные особенности, абсолютно верно. Поэтому, на моем примере, женщина 40 лет, давайте скажем, что я с нулевой подготовкой. Для подготовки к полумарафону, полумарафонской дистанции мне понадобится как минимум 6 недель. За этот период, в принципе, можно настроить физическую форму, привести в идеальную форму для того, чтобы пробежать эту дистанцию. И опять же, нужно понимать, на какой результат мы нацеливаемся. Мы хотим просто пробежать, мы хотим получить какое-то временное достижение. Это тоже будет варьировать и нагрузку во время тренировок, и длительность этих тренировок. Инна, что будет с организмом, если человек недостаточно подготовленный выйдет даже на полумарафонскую дистанцию? Не знаю, последствия какие могут быть? В принципе, среди нас бытует такое мнение, что любой здоровый человек может пробежать и полумарафонскую, и полную марафонскую дистанцию. Но если выйти недостаточно подготовленным, последствия могут быть абсолютно разными. И это прежде всего затронет ваше физическое состояние, начиная от обезвоживания и заканчивая полной дистрофией мышц. Последствия могут быть абсолютно любые. Ну, а вот в плане подготовки, может быть, там не детально какие-то советы можно дать? Я не знаю, специальная диета какая-то должна быть перед тем, как вот непосредственно за несколько дней перед стартом больше-меньше пить воды или наоборот что-то такое. Ну, самые распространенные такие советы для непрофессиональных спортсменов, но любителей бега, которые готовы выйти и побороться за какие-то места или просто пробежать дистанцию. Самые распространенные советы – это в последнюю неделю перед забегом покой, без каких-то усиленных тренировок, это углеводная диета для того, чтобы создать некий запас энергетический, правильный сон, отдых, питание. Были ли случаи, когда людям становилось плохо на самой дистанции, либо сразу после нее, да? И какие требования к медицинскому обеспечению, может быть, сопровождению будут в этом году у нас? В этом плане ничего не меняется, сохраняется на том же уровне. Вопрос касается предварительного допуска участников. Вот то, о чем мы с вами говорили. Люди иной раз выходят на старт, не отдавая себе отчет, в какой физической форме они находятся, могут ли они пробежать эту дистанцию. Поэтому, чтобы... Создать определенный буфер, барьер какой-то для таких людей. Чтобы исключить вот эти вот случаи выхода на старт без понимания того, что происходит с организмом, с прошлого года вступил в силу закон, не закон, прошу прощения, приказ Минздрава, который контролирует вот этот процесс медицинского допуска участников на соревнования. Теперь в полную силу он вступил в этом году. На уровне региональном разработан алгоритм взаимодействия медицинских учреждений, спортивных организаторов. И с этого года, вот непосредственно с весеннего полумарафона, каждый участник, независимо от дистанции, на которой он принимает участие, соревновательный, не соревновательный, он должен будет предоставить справку о состоянии здоровья. Что ж, Инна, спасибо большое за то, что нашли время для этого разговора. Ну а телезрителям я напомню, что в гостях у нас сегодня была директор серии забегов сибирского международного марафона Инна Чернобыловская. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова